Дорогие коллеги, обсудим алгоритм проверки текста в системе антиплагиат. Вы заходите под своим логином, паролем в систему. Все права вам должны выдать в администрации вашего образовательного учреждения. У вас есть возможность загрузить текст либо файлом, либо в текстовое окошко. Сейчас сделаем второй вариант. Загрузили текст, выбрали модуль, по которому мы проверяем. Всегда рекомендую обязательно ставить галочку модуль поиска интернет. Можно включить поиск перефразирования. Нажимаем кнопочку. Текст добавлен. Документ проверяется. Это занимает обычно определенное время. Мы видим оригинальность 54%. Посмотрим. Тут можно посмотреть различные параметры проверок. Метрики. Статистику. Можно сразу пойти в полный отчет. Мы видим совпадение. Ссылка, которая вам показана, это место, где в интернет размещен текст, совпадающий текстуально с данным фрагментом. Также определенные фрагменты подчеркнуты как общее потребительное выражение. По ним не ведется поиск. Кроме того, вы можете этот отчет тем или иным способом экспортировать, сохранить или, например, распечатать. Либо отправить ссылкой, скажем, ссылкой студентам, чтобы они поняли свои ошибки и больше так никогда не делали. Теперь давайте попробуем вернуться в кабинет и повторить результат с интересным случаем, когда нерадивый студент взял и скачал реферат прямо из интернета. Посмотрим, что он покажет в этом случае. Оригинальность 0,8%. Посмотрим. Да, все правильно. Система антиплагиат сразу же нашла источник заимств. Студент не сможет сдать текст, скачанный из интернета. В заключении напомним, что автоматическая проверка в системе антиплагиат показывает все заимствования, как недобросовестные, так и вполне допустимые с точки зрения академической этики. За каждой автоматической проверкой должна следовать интерпретация преподавателя или эксперта, устанавливающий факт соблюдения, либо нарушения принципов цитирования.